Знак равенства между исламом и неспособностью к демократии ставить неверно. Об этом также сегодня заявил министр иностранных дел Казахстана на азиатском межпарламентском форуме. На мероприятие приехали парламентарии, эксперты и представители международных организаций из 25 стран. Форум посвятили вопросам науки, технологий и инновации. Асхат Ниязов о том, как новые технологии помогут в новом будущем. В зале одного из фещенебельных столичных домов приемов слышна иностранная речь. Причем не только уже привычная нам английская, но и арабская. А оттого некоторые наши межелесмены пытаются свои мысли донести до коллег жестами. Представители парламентов больше чем 20 стран собрались сегодня, чтобы начать диалог о науке, технологиях и инновациях. 800 лет ничего подобного в исламском мире не было. Наша задача в контексте форума построить сотрудничество между странами, чтобы люди обменивались опытом. Технологии есть везде. Каждая страна обладает своими преимуществами. Египет, Тунис и весь исламский мир – у них все есть. Но проблема в том, что сотрудничество не налажено. Думаю, об этом сегодня будем говорить и перейдем к практическим решениям. Я считаю, что этот форум может стать очень важной платформой, где встречаются люди, которые имеют одинаковую стратегию, которая подразумевает развитие и продвижение стран на базе науки и технологий. Мы можем вместе развивать наши страны. Хотелось бы отметить заслугу вашего президента Нурсултана Назарбаева. В частности, без его поддержки этот форум не состоялся бы. Многие исламские государства сегодня сильно отстают от западных вопросов науки. И проблема эта намного глубже, чем кажется. Нефтяные страны сегодня пытаются уйти от сырьевой зависимости. А без новых технологий эту проблему не решить. Сегодня наступает время, когда наиболее важное развитие технологий – это то, что является нашим гарантом в будущем. Бахрейн, как и другие страны, сегодня тоже пересматривают свою политику экономического развития. И здесь самое главное – это технологии. У нас даже есть четырехлетняя программа по развитию альтернативных источников энергии. Мощным толчком для развития альтернативной энергетики в мире должна стать выставка «Экспо» в Астане. И Казахстан, как ее организатор, может стать примером для других стран исламского мира. В исламском мире 60 стран, и Казахстан по математике всегда занимает лидирующие позиции. Только представьте, у вас огромный потенциал, есть прочная база развития. Сейчас вся наша работа сконцентрирована на том, что надо создавать экономику, основанную на знаниях. Это подразумевает не только наличие докторов наук, но и инженеров, техников. Их надо развивать. Надо – значит будет. Разработки отечественных инженеров уже становятся конкурентоспособными. Например, коптеры – летательные аппараты, которые сегодня широко используют для съемок с воздуха. Импортные стоят от тысячи долларов, наши – около 50 тысяч тенге. Гексокоптер, квадрокоптер, беспилотник. Никто, допустим, не может в это управление залезть и направить, допустим, куда-нибудь в другую сторону или к себе посадить. Потому что это наши разработки, собственные. Форум еще не завершен. После двух дней дискуссии его участники планируют принять итоговый документ – Астанинскую декларацию по укреплению межпарламентского и исламского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций. Асхат Нязов, Санжар Жартиев и Ерсен Ухамбиталин. Итоги дня. Продолжение следует. Продолжение следует...